Всем привет! Штаны и джерси лид 4.5 это средний по цене вариант. Они лучше чем младшая модель 3.5 и при этом дешевле чем топовые 5.5. Кстати про комплекты 3.5 и 5.5 мы уже снимали обзор и вы их можете посмотреть на нашем канале. Штаны 4.5 есть в двух вариациях. Обычные 4.5 и есть 4.5 версия эндуро. Они более плотные и износостойкие. А вот джерси выпускается аж в четырех вариантах. Тут все непросто. Вот на мне базовая модель под названием 4.5 лайт. Здесь классический материал используется на груди спине и рукавах. Но при этом есть вентиляционные вставки вот тут сбоку из хорошей такой сетки хорошо продуваемый и дополнительная перфорация вот здесь тоже сделанная лазер. Она идет комплектом со штанами 4.5. Обычными. Есть также и хорошо вентилируемая модель. Называется она 4.5 x flow. Она целиком сделана из той сетки которая здесь находится на лайте по бокам. То есть она вся вот такая вот сетчатая. Вся хорошо проветриваемая без всяких дополнительных накладок и там излишеств которые здесь в принципе не нужны. Совсем легкая и тонкая и прям вот на жаркую погоду самое то. Помимо этих вариантов есть еще третий вариант. Называется он 4.5 эндуро. Здесь получается основа как у модели 4.5 лайт на верхней части груди и спине. Но при этом есть специальный усиленный материал на рукавах. То есть здесь особо сетки такой вентиляции нету. Он более прочный на ощупь даже ощущается в районе рукавов. И также на груди нижняя часть вот примерно вот отсюда. Это тоже более плотный материал для того чтобы защитить джерси от разрывов от зацепок да там об ветки, камни, деревья и так далее. Но при этом здесь есть вентиляционные вставки. Соответственно вот верхняя часть груди она хорошо проветривается и есть вентиляционные вот отверстия вот здесь вот как на и лайт версии. Также еще на локтях кстати говоря есть еще и специальные вставки из такого прорезиненного материала более плотного. Видимо для того чтобы при падении когда скользить она очень быстро не могла порваться. Как к примеру версия лайт или x-flow. Ну и комплектом собственно это джерси идет к штанам 4.5 эндуро. Ну и четвертый вариант джерси 4.5 винтблок с более плотными и водоотталкивающими материалами на груди, рукавах и по бокам. На спине тоже есть специальная проставка для сохранения температуры тела. К четырем видам джерси повторюсь есть две модификации штанов. Мото 4.5 классический крой и состоят из нескольких материалов. В районе колена специально тянущийся материал, в остальных местах более плотный для того чтобы они быстро не порвались. Есть такие небольшие силиконопрорезиненные вставки, видимо от истирания от каких-нибудь веток чтобы не порвались. И колени естественно специально зона увеличена расширена для того чтобы было комфортно туда воткнуть любые наколенники. На внутренней части есть кожаные накладки опять же из двух частей сделанные как на модели 5.5 для большего комфорта при движении. Ну и сзади тут мы имеем дополнительную сетку под вентиляцию, нижняя часть штанины и вот про всем сам вот низушка вот это тоже из тянущейся сетки для того чтобы не было так жарко. Есть перфорация под вентиляцию здесь вот соответственно получается ниже паха но выше колена и на задней части также есть перфорация для вентиляции. Что мы имеем спереди еще? Есть классическая трещотка и молния также опять же ничем не выделяющаяся стандартная как и везде. Внутри сетка для комфорта и есть силиконовые вставки для того чтобы джерси не вырезала из штанов. Ну и в целом по 4.5 обычной модификации это все. К ним есть соответственно джерси 4.5 лайт комплектом идет, но можно взять допустим эндуро, можно взять и эксплоу, кто как хочет. Вторая модификация 4.5 эндуро. Сразу скажу они из более плотного материала, также крой классический, но все материалы плотнее. Опять же для повышенной износа стойкости. Ниже колена и на самом колене прям вот супер плотный материал такой вот как не знаю палатки наверное делают из такого чтобы не порвался, ничего не знаю ножом наверно будет сложен проткнуть. Конечно пробовать не будем, но подозреваю что так и есть. Нету здесь сетки вентиляции, соответственно здесь просто тянущийся материал для комфорта, но сетки никакой нету вообще кстати нигде на этих штанах. Я не увидел ни перфорации, ни сетки для того чтобы они вентилируемые. На колене опять же зона расширена, тянущийся материал, но более плотный нежели у 4.5 обычных. Есть также кожаные накладки из двух частей, ну и сверху тоже более плотный материал, также как и на задней части для того чтобы при падении они не порвались так быстро допустим как 4.5 стандартной серии. Вентиляции повторюсь здесь отверстий нет, но есть две замечательные молнии, чтобы можно было хоть немножко но охладиться. Вот здесь вот спереди раз и вторая молния это как раз таки вентиляция, но уже когда совсем жарко стало соответственно можно и раскрыть и будет продуваться. Что примечательно для штанов эндуро это наличие карманов для того чтобы можно было перевозить всякую полезную мелочевку. Вот здесь вот соответственно карман ну примерно вот такого размера. В целом сюда влезет и телефон и документы и бутерброд. Я думаю даже там какую-нибудь бутылку воды ну в теории может затолкать какую-нибудь маленькую. Со второй стороны такой же карман, соответственно два кармана спереди есть, это в принципе удобно. Еще есть небольшой кармашек сзади, не совсем конечно понимаю его предназначение, ну вот такой вот он по размеру. Сюда в целом тоже можно что-нибудь положить, какие-нибудь там бумажки неважные или еще что-нибудь. Главное не телефон, а то на заднюю точку упадете, его можно будет сломать. Соответственно есть стандартная трещотка, стандартная молния, стандартная сетка и естественно есть силиконовые накладки для джерси, что тоже хорошо. По цене комплект из штанов и джерси мото 4.5, допустим штаны и джерси, стоит на данный момент 13-170. Ну а более брутальная серия, версия мото 4.5 эндуро, стоит чуть дороже 14-450. Выпускаются они в разных расцветках, как всегда можно посмотреть актуальное наличие цены, перейдя по ссылке в описании. На этом все, делитесь вашим опытом, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!